И снова все welcome, это снова я. На этот раз у нас речь пойдет про спорт в Японии. Как вы можете видеть, за моей спиной находится поле для игры в футбол. Даже не одно. Там вот чуть дальше еще одно есть для мини-футбола. И с левой стороны, как вы можете видеть, там бейсбольное поле. Также есть небольшие, вот там дальше чуть-чуть видно, светло-зеленое, там для мини-футбола поле. И немного расскажу про спорт в Японии. В данном случае я нахожусь на территории университета Тойин. Это достаточно большой кемпус университетский. Здесь находится университет спортивный. Поэтому здесь столько много, скажем так, тренировочных площадок. Футбольных, баскетбольных, там волейбольных и бейсбольных. Также здесь помимо этого находится здание, это корпус высшей школы. И также вот там вот дальше туда находится медицинский университет. У меня, кстати, на канале есть видео, там ссылочка будет в описании. Про то, что там находится. Ну так вкратце, там проводятся генетические исследования и опыты над разными животными, микроорганизмами. Если вам интересна данная тема, советую заглянуть по ссылке в описании. Думаю, будет интересно, потому что в Японии на самом деле такие вещи очень редкие. И в университетах я не встречал. Причем там открыто, как бы можно зайти хоть час, посмотреть, поснимать. Вот, но сегодня речь у нас не пойдет ни про это. Значит, в целом в Японии очень хорошо развита спорт. Очень много есть площадок, в том числе и стадионов, и кортов. И в том числе есть и бесплатные, есть и платные. Даже в центре города, даже там, где вот у вас уже, например, вы живете где-нибудь на Шибуэ, да. На Шибуэ там есть тоже, на крышах там устраивают эти площадки для мини-футбола, для волейбола. И это очень классно на самом деле. Какой же спорт популярен в Японии? Ну, в первую очередь здесь очень популярен бейсбол. Бейсбол в Японии, это, можно сказать, как национальный, что ли, уже спорт стал. Я не знаю, сейчас, как бы, уже, может быть, что-то поменялось, но бейсболу точно. Футбол, также они любят, вот футбол, это вот большой футбол, но могу сказать, что мини-футбол в Японии очень популярен. У нас на работе есть несколько человек, которые увлекаются мини-футболом, они ходят еженедельно на выходных играть в мини-футбол. Также очень популярен гольф. Гольф в целом очень популярная вещь Японии. Японцы любят играть в гольф. Здесь в Японии очень много гольф-полей. Несмотря на то, что территория достаточно маленькая, и очень сложно, как бы, найти какую-то площадку открытую. Но вот для гольфа они выделяют очень большие поля. Даже в горах есть, даже есть где-то между гор там. Очень много мест, где можно поиграть в гольф. Бейсбол, футбол, гольф. Что же еще здесь очень популярно? Ну, баскетбол, конечно, популярен, но в баскетбольных площадках открытых я особо не встречал. Очень мало. Например, на Филиппинах очень много баскетбольных площадок. Здесь же нет. Помимо этого, есть еще площадки по... Как он называется этот? Это когда такой вот мягкий, скажем так, мягкий мячик кидают этими такими клюшками. Как бы с сеткой такие клюшки. Вот девушки очень любят эту игру. Я не знаю, почему именно только девушки. Парней очень мало встречал. Но девушек очень много. Вот и тренируются. Вот они с этими клюшками бегают. Дальше. Волейбол, конечно, да, популярен. Но также есть плавание. Но плавание там, к примеру, серфинг. Так как здесь океан рядом, люди увлекаются серфингом. Очень многие там виндсерфинг, серфинг. В целом, в Японии это, можно сказать, тоже как национальный, что ли, такой, как бы вид спорт. То есть вот серфингистов здесь очень много. Те, кто живет там рядом с морем, то есть там практически каждый второй серфингист. Тут Найнашими, к примеру. Если здесь же, например, говорить про Токио, то в Токио не так много людей, кто увлекается серфингом. Хотя если у них там есть интересы, деньги и машина, к примеру, да, или они могут арендовать машину на выходные. Например, может быть там на день, на два взять свою доску, покататься. То почему бы и нет. Как я уже говорил, спортом в Японии начинают заниматься со школьных лет. У них сразу организуются какие-либо кружки, какие-либо секции по спортивным каким-либо там дисциплинам. Соответственно, ну, очень много бейсболистов, там, футболистов. Хоккей не очень популярен. Но могу сказать, что вот, например, бокс или кикбоксинг тоже достаточно популярен. Насчет кендо или там стрельба из лука, я не... Вот раньше встречал как бы много достаточно, но в основном со школой. Вот оно после школы многие люди бросают это дело. И не очень много после школы людей продолжает заниматься, не знаю почему. Потому что в школе, там, где вы занимаетесь, там есть специальный полигон, где вы можете пострелять. Или тут, например, с мечом, да, там, то есть специальная там площадка. Но вот так в городе я не встречал там каких-то стрельбищ или еще что-то. То есть, чтобы где вы могли бы заняться этим спокойно, без каких-либо проблем. Занятие спортом также можно сюда отнести, это занятие в джиме. Вот джим в Японии, это как бы отдельная тема вообще. Многие люди сюда, когда приезжают, они хотят тоже позаниматься там. Мы называем его спортзал, как там качалка. У них он называется джим. То есть, вот в джиме в Японии очень много людей приходит, ну, просто, скажем так, для социального статуса, можно так сказать. Или для того, чтобы просто как бы познакомиться с кем-то. Безлимитный билет в джим стоит от 10 до 14 или там до 15 тысяч в месяц. В целом это нормально, это недорого. Но, опять же, что можно сказать про джим? Все зависит от того, какого статуса. Есть джим с бассейном, есть без, есть сауна, есть без. К примеру, могу сказать, что в джиме фотографироваться или там снимать видео нельзя. Поэтому люди, которые занимаются в джиме для того, чтобы там для инстаграмчика показать там свои мускулы, там еще что-то. То есть, ну, можете забыть про это в Японии. То есть, ну, уже не прокатит. Там вплоть до исключения из этого джима, если вы будете нарушать правила, то вас могут исключить и вообще, ну, как бы больше не пустить туда. Ну, есть, как бы, люди, которые приезжают в джим, например, только чтобы позаниматься именно вот для себя. И такие люди тоже есть. У меня, в принципе, есть друзья, знакомые, кто ходит в джим, занимается чисто для себя, ну, не для показухи, как бы для держания себя в тонусе. Ну, для них, как бы, тоже, ну, безлимитный не нужен абонемент. Поэтому, ну, многие люди берут там, например, на пять занятий в месяц или там на четыре, там, чтобы в неделю по разу. Там кто-то берет побольше. Ну, это зависит от человека. А сами японцы, они, как бы, такого придерживаются. Вот особенно, могу так сказать, в джиме, они, как бы, зазывают все, как бы, приглашают вас. Но сами при этом, как бы, они хотят, чтобы, вот, как вы, как японец, чтобы купили абонемент, в месяц заплатили, пришли один раз в месяц позанимались и забили на это. А потом еще раз, раз в месяц позанимались и опять забили. То есть для них количество людей в джиме, ну, большое количество людей в джиме нежелательно. Для них, наоборот, лучше, чтобы люди платили деньги и не приходили. Но многие люди из-за этого, как бы, и бросают джим, потому что, ну, как бы, ну, а что, там, пришел, там никого нету, ну, одному ему скучно. То есть другой тоже пришел, он там тоже никого нету. И вот японцы, они, как бы, походили-походили, то есть, а, и забросили это все, как бы, дело. Ну, многие продолжают заниматься. Так, что касается, вот, гонок там или еще чего-то, то есть такого, в принципе, в Японии это тоже популярно. Ну, особенно на машинах, там есть много очень треков. На мотоциклах, в том числе, есть треки, это эти MotoGP, они до сих пор, как бы, все в рабочем состоянии, поддерживаются. Вход туда тоже, ну, как бы, въезд туда стоит платный. Порядка, около 20 тысяч иен. Ну, если в долларах, 200 долларов, если так уж там говорить, там, 200 долларов, вот, и тебе на сутки, там, или на несколько часов дают, там, покататься по треку. Многие люди, у кого есть спортивные байки или спортивные машины, приезжают на эти треки, катаются на них. В целом, достаточно интересная вещь, но у меня нет спортивного байка, и поэтому я туда не езжу. Хотя у меня есть знакомые байкеры, у кого спортбайки, именно вот, именно спортивные для трека, для кольцевых гонок. И они вот туда заезжают. В целом, говорят, интересно улучшать свои результаты. Конечно, не обходится дело и без падений. Кто-то падает, кто-то не падает. То есть, ну, как бы, все зависит от того, как люди ездят. И люди играют, скажем так, в эти гонки, там, между собой. То есть, складываются, ну, там, собираются компании, например, там, по 5-10 человек, там, и устраивают гонки на треке. Соответственно, там, какой-то призовой фонд небольшой, то есть, как бы, чисто символически, и катаются. В целом, интересно, достаточно. Я бы, самый непрочный, как покататься, но байка нет такого пока у меня. А на машинах, в целом, в машинах, в основном, ездят на дрифт гонки, катаются там по треку, то есть, дрифтуют. Конечно, там много машин разбивают, потому что, ну, дрифт, сами понимаете, там, без столкновений никуда. Ну, и для этого нужны хорошие вложения. Это немалые деньги, машина тоже стоит немалых денег. Так, обвес, конечно, там, обычно стараются снимать, но могут и, скажем так, и прям в обвесе, то есть, выкидывают, потом новые просто покупают, и все. После тренировок, там, ну, не после первой тренировки, например, а после нескольких тренировок, к примеру. А потом гоняют где-то там с друзьями уже на, по улицам города. Кстати, вот скоро в Японии, в осенью 2009, а, 2019 года, осенью в Японии будет проходить чемпионат мира по регби, кубок там, я не помню точно какой, но сюда приедет очень много достаточно людей, кто, профессиональных команд и зрителей, вот в Токио, там, другие города. Да, думаю, будет интересно посмотреть. Я в целом, как бы, только по телевизору видел эту игру, как, как у нее играет. Ну, это вот, типа, как вот, у нас принято, знаете, да, американский футбол, но так вот вообще это регби, то есть, где вот этот мяч, типа, яйцо такое вот выглядит. И его там пинают, кидают, надо там добежать до, до дома, как сказать, там, да, и его на землю поставить, ну, положить. То есть, или же надо его там в эти ворота, которые будут там наверху пропинуть или закинуть. Это будет где-то в середине осени, я точно не помню дату, но будет интересно. И еще одно, то есть, событие, это вот, как вы можете уже знаете, летние Олимпийские игры 2020 года будут тоже проходить в Токио. Соответственно, вот через буквально, считай, ну, осталось тут почти год, может, чуть меньше, соответственно, скоро будут Олимпийские игры в Токио. Уже много стадионов построили, вот, каких-то отреставрировали, вот, я знаю, вот в Йокогаме там новый стадион построили, очень большой, красивый. Я туда внутрь пока не заходил, снаружи так посмотрел, по фотографиям тоже очень даже классно выглядит. Было бы интересно посмотреть, как вообще эти Олимпийские игры проходят, я ни разу не был сам на Олимпийских играх. Но думаю, что билеты, конечно, будут стоить прилично, потому что все-таки это, как бы, такое глобальное событие, это Токио, это один из самых дорогих городов в мире. Вот тут такое вот классное поле футбольное, можно тут поиграть в футбол, конечно, это все тут нужно договариваться с руководством, о том, как вы хотите, когда и с кем поиграть, на какое время. Ну и в целом, за символическую чистоплату вы можете поиграть реально вот на стадионе, без каких-либо проблем. Ну, покрытие, кстати, искусственная трава, достаточно хорошее, вот такая мягкая все, если падать будете, то есть ничего, нормально. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте делиться этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео о Японии. С вами был Дэн, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok